Редактор субтитров А.Семкин Уважаемые зрители, здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», я и ведущий Дмитрий Бродовиков. В костях нашей студии сегодня священник Ян Парамонов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионально-педагогического образования Российского государственного профессионально-педагогического университета и доцент кафедры теологии Миссионерского института. Отец Ян, здравствуйте! Благословите и рады вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, уважаемые зрители! Господь Бог! Всех нас Бог Господь! Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Свой вопрос вы можете задать по телефону 379-6570, код Екатеринбурга 343. В общем-то, откуда мы сегодня и вещаем. Также напомню о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте. В нашей официальной группе есть анонс сегодняшней темы, который закреплен в самом верху нашей официальной страницы. Там вы можете в комментариях либо написать свое мнение, либо задать вопрос. Почему я сказал и про мнение? Потому что тему мы сегодня выбрали вот какую. Поговорим о том, какими должны быть современные приходы, ну и чего им сегодня не хватает. И отец Иоанн, я думаю, что может быть немножко даже потериотизируем. То есть, понятное дело, что очень сложно, на то есть различные причины, там, не знаю, иметь в приходе и при приходе иметь все и различные направления, помимо, безусловно, богослужебной жизни. Но и о тех аспектах, которые еще могут быть и могут присутствовать и как бы будут на пользу людям. Ну и прежде чем вообще, в принципе, говорить о современных приходах, о том, чтобы понять, что это такое и вообще, что им сегодня необходимо, небольшое предисловие. Вот в прошлой нашей беседе рассказывали о том, что преподаете такую интересную дисциплину, как современная жизнь конфессии. И было бы любопытно поинтересоваться, вот современная жизнь прихода и современные приходы, это является такой темой дисциплины, которую вы преподаете и в светском вузе, и в вузе церковном? Спасибо за вопрос. Конечно же, современные приходы отражают сегодняшний день. Они отражают и современную жизнь конфессии. На сегодняшний день приходская жизнь переживает, наверное, то, что она никогда не переживала на протяжении всего времени существования приходов у нас в Отечестве. Новое время начинается. Время диалога, время, когда приход отчасти даже задает некий вектор культурно-просветительской жизни, например, в малых городах. И приход, как никогда, должен быть на сегодняшний день социально активен. Но при этом надо понимать, что основа жизни прихода – это прежде всего литургическая жизнь. Это богослужебная жизнь, и все члены прихода должны быть объединены вокруг Чаши Христовой. Вот именно богослужебная жизнь будет задавать и соответствующий вектор развития для иных моментов деятельности прихода. А это прежде всего социальная работа, это образовательно-катехизаторская деятельность, это деятельность, связанная с общениями со средствами массовой коммуникации, что очень актуально сегодня. Это в целом просветительская деятельность на селе, либо в городе, либо в мегаполисе. Поэтому здесь очень достаточно большая сфера деятельности. Заметим, что каждый приход уникален. Каждый приход акцентирует внимание на каком-то особом социальном делании. Например, мы знаем приходы, в которых существует сестричество, сестры милосердия, которые помогают в госпиталях, которые помогают престарелым людям. И приход особым образом несет вот это социально-церковное послушание. Это очень важно. Есть приходы, которые акцентируют внимание на просветительской деятельности, на миссионерской работе и так далее. То есть каждый приход уникален. Но в любом случае приходская жизнь на сегодняшний день невозможна без вот этой активной социальной позиции самих прихожан. Наша зрительница Галина Назаренко пишет вот что. Здравствуйте, хотелось бы уточнить, а что понимать под определением современные приходы? Разве сегодняшний приход в широком смысле отличается от приходов, например, 20-30 лет назад? Разве отличается их смысл и предназначение? Не может ли произойти того, что за всеми современными трансформациями и новшествами утеряется истинный их смысл? Путь к Богу и общению с Ним. Буду благодарна за ответ. И вот отвечая на вопрос Галины, во-первых, что понимать под определением современными приходами, может быть, в какой-то части вопрос и ко мне, потому что тему-то я формировал и закидывал в социальные сети. Что я имел в виду, хотелось бы объяснить. Речь идет о том, что мы живем в определенную сейчас эпоху и есть определенные новшества, определенные технические средства, которые на сегодняшний день появляются. И, безусловно, в современной жизни прихода и вообще в жизни прихода, без разницы, современный он или нет, очень важно, чтобы была богослужебная жизнь, было участие в таинствах и главное христианское таинство и в харистии, чтобы все это было. Но так или иначе, да, приход является и центром, и духовный иногда, и социального служения. И вот это все за собой тянет те обновления, которые там требуются. Ну, допустим, возьмем даже какую-то техническую составляющую. Необходима ли сегодня фото-видеосъемка в храмах? Не любительская, когда все прихожане друг друга фотографируют как на мероприятии, а состояние, когда есть фотограф или видеооператор, который снимает праздничные богослужения. Который фотографирует венчание прихожан, который, да, совершается, и который делает это профессионально, а не каким-то таким вот кустарным, да, кустарным способом. Это использование таких средств, которые ранее казались, казалось бы, немыслимые, да. Вот когда лет 20-30 назад зрители могли позвонить в эфир какого-либо из телеканалов и задать вопрос батюшке, к примеру. Это тоже современная технология, это тоже современная жизнь прихода, и тем более, что это тоже современный приход, потому что на многих приходах создаются как раз-таки те площадки, когда люди могут в интернете, через страничку в интернете вопросы писать, что-то спрашивать, читать историю и так далее. Вот, наверное, вот этот комплекс я имел в виду. Ну и, собственно говоря, прошу прощения за мой такой монолог, это программа все-таки беседы с батюшкой. Да, я вас продолжу. Действительно, отличается ли приход, который был 20-30 лет назад? Конечно же, очевидно, он отличается, безусловно, поскольку время задает совершенный вектор развития приходской жизни и в том числе. Но основа приходской жизни, как мы уже с вами сказали, это, конечно же, богослужебная жизнь. Но далее необходимо сказать и следующее, что деятельность прихода ныне не вмещается лишь в церковную ограду, она за церковную ограду выходит. И современный мир нам показывает свою многогранность. И здесь как раз должна быть миссия православного человека, в том числе, как вы правильно обозначили, интернет-пространство. Ведь многие современные приходы имеют на сегодняшний день интернет-сайт, и это требование сегодняшнего дня, от этого мы никуда не убежим. Ведь вектор развития приходской жизни нам задает и сама жизнь, и священное началье. И вот на сегодняшний день, повторюсь, мы живем в уникальное время. Уникальность его заключается в том, что мы постоянно сталкиваемся с некими новыми тенденциями, которые не имеют аналогов в организации приходской жизни. Что я имею в виду? Так некогда решением Священного Синода была введена должность помощника благочинного по ряду вопросов, по образованию, катехизации, по социальной работе, по работе с молодежью и так далее. Был обозначен функционал деятельности данного человека. В итоге наличие данной должности должно обеспечить активность в самом благочине и активность прихожан по данным вопросам на самих приходах. Поэтому мы и говорим о том, что работа, такая социальная нагрузка, она сегодня необходима, и мы без нее просто никак не справимся, не уйдем. Ну вот взять, например, Кривоуральское благочинение Екатеринбургской епархии, которое я здесь честь имею в виду представить. У нас на сегодняшний день создан и функционирует достаточно активно Институт помощников благочинного по тем или иным работам. Сами помощники благочинного в свою очередь уже работают либо с приходскими катехизаторами в зависимости от своего функционала, либо социальными работниками на приходе, а уже те в свою очередь организуют данную деятельность на самом приходе. И ведь, знаете, вот введение данных должностей на благочине и в приходах показало эффективность работы. Ведь действительно повышается некий вот градус социальной активности, привлекается молодежь к очень важным социальным мероприятиям, социальным акциям. И вот то решение священноначалия, которое было принято, оно, конечно же, что называется на злобу дня и решает многие проблемы на сегодняшний день в жизни в церкви. Будем надеяться, что вот данный инструмент, он как раз является важным инструментом в организации вот этой вот управленческой деятельности на местах благочиния и непосредственно уже в приходах. Вот оно, современное новшество, да? Конечно же, да. Да. И мы можем говорить о том, что это новшество, как я уже сказал, является эффективным. А ведь вот институт введения помощников благочинных уже ведь не один год осуществляется, а он активно функционирует в Екатеринбургской епархии, в ряде других епархий. В некоторых епархиях он еще не введен, так как епархия только-только еще образовалась. Да, конечно же, все дело за будущим, но вот то, что было принято такое решение, оно, конечно же, эффективно и даст, в свою очередь, свои плоды, безусловно. На сегодняшний день у нас активизировалось взаимодействие с управлением образования, на сегодняшний день мы активно работаем с социальными структурами, мы активно взаимодействуем с библиотечной системой. Одному благочинному очень сложно решать такие вопросы жизни благочиния и жизни конкретных приходов и так далее. Но когда есть группа единомышленников, когда есть люди, наделенные определенным функционалом, люди, заинтересованные в решении тех или иных вопросов, дело, конечно же, сдвигается и в лучшую сторону. Поэтому приход на сегодняшний день, возвращаемся к нашему вопросу, он должен показать себя весьма эффективным. Вот я предвижу вопрос, связанный с тем, что приходы существуют разные. Одно дело приход в мегаполисе, в Екатеринбурге, в Москве, в Питере, а другое дело приход где-то на периферии, в малом городе. Действительно, они отличаются. И у каждого... Тециан, простите, ненадолго вас прерву, вы, наверное, предвидите этот вопрос, потому что перед эфиром я озвучил. Давайте его зачитаем для начала, чтобы мы уже конкретно... Пожалуйста, очень хорошо, как здорово. Михаил Лукашкин спрашивает, здравствуйте, а скажите, на ваш взгляд, насколько по духу своему приход в маленьком городе, где все проще и кулуарнее, отличается от прихода в большом городе, где скорость жизни выше, как и уровень, к примеру, образования? Ну, да. Значит, я бы здесь не согласился. В малых городах в приходах не все просто. Каждый приход в силу своего геокультурного пространства имеет свою специфику. Особенность, наверное, прихода, находящегося в малом городе, заключается в том, на сегодняшний день, что он может стать неким интегрирующим началом взаимодействия с друг с другом административных ресурсов. Что я имею в виду? Вот если мы возьмем управленческий аппарат от того или иного городского округа или малого города, то мы увидим, что, например, управление образованием осуществляет свою деятельность в рамках своей компетенции. Управление социальной защиты в рамках своей. Значит, иные силовые структуры в рамках своей компетенции. А вот приход-то как раз в малом городе может объединить для решения важных социокультурных задач все вот эти административные ресурсы воедино в рамках проведения тех или иных социальных акций. Что это может быть? Это может быть духовно-просветительские мероприятия на ту или иную важную дату в жизни нашего Отечества или жизни Церкви. Ведь Церковь вписана в историю культуры нашего Отечества, поэтому данные мероприятия могут активно быть проведены совместно с управлением образования или библиотечной системой. Здесь же мы можем привлекать и ресурс дополнительного образования, в частности, школу искусств, музыкальную школу, художественную школу, которые поддержат данное мероприятие. Здесь же мы можем привлечь и управление по социальной защите, которые позволят пригласить на это мероприятие людей, нуждающихся. А там на этом мероприятии мы можем вручить им тельные подарки и так далее, помочь им. То есть вот приход может объединить. И как раз возвращаясь к тому, что я уже сказал, вот этот опыт объединения административных ресурсов, он реальный. И вот он на сегодняшний день активно функционирует в рамках, если мы говорим, Перморальского благочиния, например. Вот поэтому очень хорошо, что и вы являетесь прихожанином, например, прихода, находящегося в малом городе, у вас достаточно большие возможности. А порой данные возможности всего различных, опять же, причин не имеет приход в мегаполисе, поскольку здесь очень сложно объединить всевозможные ресурсы. Вот поэтому везде свои возможности, не надо так вот говорить, что вот там легко, просто и так далее. Вот чуть ранее мы говорили о ведении помощников, да, благочинных по тем или иным вопросам. А понятно, что ты конкретный человек, что он занимается тем вопросом, в котором он каким-то образом разбирается, да? И понятное дело, что это эффективная мера, потому что на самом деле настоятелю храма, или вообще священнику храма, нужно уметь проворачивать, да, множество различных вопросов, и как правильно строить, и как получить, не знаю, разрешительную документацию, документы там на земельный участок или на храм, как оформить с юридической стороны, и как работать со службой социальной защиты и так далее. Все это люди, которые, как правило, завязаны и занимаются этой деятельностью уже не как вот на рамках такой помощи, да, небольшой, а той работы, которая требует, ну, ежедневно или несколько раз в неделю, там, ну, очень многого количества времени. И вот на мой взгляд, здесь может быть проблема в таком людском, да, факторе, в факторе того наличия людей, готовности их работать в церкви, потому что, понятное дело, что и зарплаты, наверное, уже не те, которые там, может быть, они могли получить, но это в зависимости от того, как... Бывает. Да. И, понятное дело, что это все равно какая-то уже оплачиваемая должность, а это уже не благотворительный начал. Конечно же. Эти должности, мы можем так сказать, являются штатными, и, конечно же, человек должен, его деятельность будет тогда эффективна, когда он освобожден от других каких-то, от какой-то другой деятельности. То есть он занимается только вот именно этой деятельностью, образованием, социальной работой и так далее, связью с общественностью. При этом на уровне благочиния, конечно же, данный вопрос решается и финансово, достаточно эффективно, и все приходы благочиния подключаются, в том числе и финансово, для того, чтобы поддержать вот данных помощников, поскольку они, в свою очередь, решают многие проблемы взаимодействия с теми или иными социальными структурами. Другой аспект данной проблемы – это уже подготовка самих помощников, настоятелей благочинного. И вот здесь-то как раз мы говорим о возможности служения мирянина в церкви, в полноправном служении, уже не только в рамках литургической жизни, но и в рамках социальной работы. То есть можно сказать, что не священно служить, но церковно служить. Да, безусловно, это может быть как и женщина, так и мужчина, но обязательно люди компетентные в своей области и в вопросах вероучительного плана. То есть это люди, получившие действительно должное образование по светским меркам, в светском вузе, к примеру, но и духовное образование. И вот такой синтез знаний, он позволяет как раз быть весьма мобильным во взаимоотношениях с различными социальными структурами административного ресурса. Данную проблему на сегодняшний день решает Свето-Тихоновский университет. В рамках Екатеринбургской епархии это миссионерский институт, куда люди приходят достаточно осознанно, целенаправленно, имея за плечами и жизненный опыт, и неплохое светское образование, но обучаясь, укрепляются в вере и осваивают тот вероучительный минимум, который необходим им в дальнейшем, в том числе и для вот такой социальной активности. Поэтому, повторюсь опять же, новое время рождает новые идеи и новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но они постепенно все-таки решаются, решаются. Поэтому очень хотелось бы, чтобы на приходах находились вот те люди, которые были бы готовы, пока может быть, во славу Божью, потрудиться в рамках той или иной социальной деятельности. Это работа с молодежью, это катехизаторские беседы, это воскресная школа для детей и для взрослых, это взаимодействие с управлением образования, социальными службами и так далее. Должны сами люди проявить свою активность, это очень важно. Вы знаете, как только мы чувствуем в себе некую такую социальную активность, да, что я могу, что у меня получится, я думаю, необходимо подойти к настоятелю храма, благочинному, рассказать о себе, и я думаю, этот момент будет весьма решаться, но быстро, конструктивно. Проблема в кадрах существует, наверное, везде, в любой социальной системе, в любом социальном институте, будь то образование, армия и так далее. Везде есть кадровая проблема, поскольку ценятся всегда, как мы говорим, адекватные люди. То есть люди, которые знают, что делать, как делать, для чего делать. Вот в таких людях церковь на сегодняшний день, как никогда, нуждается очень и очень сильно. Если они находятся, то многое мы делаем, слава Богу. Вот так вот. Только что мы говорили о введении помощников благочинных или настоятелей должности такой. А знаете, вот мне интересно, вот мы поговорили о различных направлениях, чем еще должен заниматься, ну не должен, а может заниматься приход, и чаще всего это бывает. Я вот лично сам тоже считаю, что все-таки приход, это на сегодняшний день не только место, куда люди приходят на богослужение, для участия в таинствах, это некий комплекс. Вот как есть монастырский комплекс, когда существуют там различные послушания, когда там есть различные направления, различные мастерские. Наши зрители, допустим, очень знают, по крайней мере, о существовании различных мастерских, допустим, Свято-Елизаветинского монастыря города Минска, потому что у них есть сайт такой, и на этом сайте видеослужба монастыря публикует различные видеоматериалы о тех или иных мастерских, очень увлекательных и очень интересных. Вот один из примеров такой организации, и современной организации, использования средств современных, потому что, судя по тем картинкам, которые мы видим, есть и монашествующие, которые тоже владеют этой техникой, видео и фотосъемки. Но речь-то сейчас не об этом. Вот в моем представлении приход – это сегодня тоже некий комплекс, где существуют какие-то отделы, где существуют различные направления, школы, может быть, детские сады, может быть, какие-то поддержания какой-то прилегающей территории, парковой зоны и так далее, где люди приходят не только в воскресенье утром или в субботу вечером, или на службы, а после службы остаются за чаепитием, за беседой, посещают библиотеку и так далее. К счастью, такие храмы тоже существуют, как комплексы. Но люди могут возразить, в первую очередь, богослужебная жизнь, в первую очередь только таинство. И все остальное, чем занимаются сегодня приходы, это то, чем церковь, в принципе, заниматься не должна. Это не мое возражение, это возражение, которое может быть у людей. Ну, мне кажется, вот такая позиция, она, конечно же, делает, что называется, приводит человека вот к такому принципу, живу, моя хата с края, вот я вот хожу, я вот спасаюсь, я вот молюсь, я вот причащаюсь, чего тут еще надо, вот так и будем жить и так далее. Но мы должны помнить о том, что вокруг нас люди, которые в силу различных причин еще не сделали первый шаг к храму, которые в силу того, что они живут в пространстве массовой культуры, поглощаются вот этим культом наживы, потребительства, доминированием кошелька и желудка в их жизни, которым необходимо рассказать о ценностях нашей культуры, об истории нашего Отечества, которым просто необходимо, ну, как мы говорим, ну, вот сказать, вечные евангельские истины. И ведь в делах милосердия, в делах сострадания, в делах помощи друг другу как раз и проявляется вера наша. И вот социальная-то активность, она ведь как раз говорит о том, что наша вера, она не знает никаких границ, она не может укладываться лишь только в рамках храма. Она вся наша жизнь. Поэтому-то и приходы на сегодняшний день должны быть вот основой конструирования, ну, если можно так сказать, нашей жизни. Там должно быть всё. И молодёжное объединение по возможности, и, опять же, службы помощи тем, кто нуждается в этой помощи, престарелым, либо просто людям больным и так далее. То есть вот всевозможные грани нашей жизни должны быть связаны с приходом. Ведь приход – это не просто там, вот где храм, или какой-то ещё там центр рядом при храме, я вот туда приду, уйду и так далее. Это моя вторая семья. Для многих, и, возможно, даже и первая семья бывает так. Поэтому храм – это мой дом. Храм – это то, где меня поймут, выслушают, где я могу принести пользу, где моё участие необходимо, и оно даст людям некое благо. И вот как раз в этом грамотном, таком размеренном конструировании социальной активности прихода, я думаю, вряд ли мы можем уйти от веры. Наоборот, мы преумножим веру и в нашем сердце, и в сердцах многих людей. И ведь история показывает нам, что как только люди действительно начинают творить благо для многих, то и тысячи вокруг спасаются. Как говорит преподобный Серафим Старовский, достижит дух в мире, и тысячи спасутся. А вот праведный Иоанн Кронштадтский, его социальная активность, так она вообще удивляет. И даже современника сегодняшнего дня, насколько человек мог сочетать и богослужебную жизнь, и помощь в такую социальную активность. Вот поэтому он должен нам быть здесь вот примером. Спасибо за это. Вот ответ. У нас есть первый звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Евгений Беларуська область. Евгений Александрович, здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Да я послушал, и вроде разговор идет о хозяйственной деятельности, о социальной работе. Насколько я помню, Христос вроде говорил так, что надо искать прежде Царства Небесного и правды Его, а все остальное приложится. А у нас тут получается, что все остальное на первом плане, а это на втором. У нас что, уже все вопросы к Царству Небесному решены, теперь осталось только социальную работу, хозяйственную деятельность, и все будет решено. Так что ли? Спасибо вам за вопрос. Да, о чем вы и говорили. О чем мы и говорили. Но ведь согласитесь, что просветительская деятельность, вопрос изучения Священного Писания, Святоотеческого наследия, это актуальный вопрос во все времена. И здесь как никогда приход должен организовать данную работу. Без этого невозможна должная духовная жизнь, некая наша вот такая закалка веры. Ведь Христос, да и сами апостолы, они же не замыкались в рамках своей общины. Ведь апостолы, мы знаем, шли и проповедовали, всем проповедовали. И те, кто хотел слышать о Христе, и те, кто не хотел слышать о Христе, они несли этот цвет веры в тех возможностях, в тех социокультурных, исторических реалиях. Мы же на сегодняшний день, все православные люди, призваны к этому великому апостольскому служению. Каждый на своем месте, на котором его призвал Господь. Кто-то является епископом, кто-то священником, а кто-то простым мирянином. Поэтому мы должны осознавать то, что с нас многое спросится, и в том, как мы смогли рассказать о вере, показать всю радость жизни со Христом, показать, что такое радость бытия жизни человека в Церкви. Вот об этом, это и должно стать основой вот той социальной активности приходов, безусловно. Вот эта вот радость жизни в Церкви. И эта активность, она как раз позволит сломать те устоявшиеся за советское время мифы, связанные с отношением к Церкви, к людям верующим, и тому подобным моментам. Вот я даже в университете недавно проходил избрание на должность доцента. И вот вы знаете, у членов ученого совета возникли вопросы, а как же вы так можете совмещать преподавательскую деятельность и священный сан? Вы знаете, вопрос, ну вот как бы вот он, ну, ответ на него очевидный. Ну как, а что здесь особенного, да? Тем не менее, этот вопрос будоражит умы людей. И вроде бы о чем это говорит? О том, что, ну, что-то элементарного мы не понимаем, не осознаем в области религии, вообще жизни Церкви. Жизни Церкви. Вот поэтому вот решение и, что называется, ломание вот этих устоявшихся, к сожалению, социальных мифов как раз и связана социальная деятельность Церкви. Вот так вот я бы сказал. Спасибо. Я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-6570, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней темы беседы. Ну и обратимся к тем комментариям, да, и тем вопросам, которые написали у нас ВКонтакте. Вот, например, Марина Бударова пишет, добрый вечер. Мне бы хотелось, чтобы мой приход организовывал акции помощи нуждающимся людям. Активно проводил акции привлечения людей на лекции о вере, Боге, о спасении, различных тем, а также на крестные ходы. Но не вокруг храма, а в соседних поселках. И она пишет, главное, что она готова в этом поучаствовать. В церкви бабушки и несколько взрослых людей из соседних домов. Я проживаю в Московской области. В поселке население 14 тысяч человек. И на службе нет людей из моего поселка. Марина задается вопросом, почему? В пяти минутах на авто народ находится, ближайшая церковь, и мне обидно за спящий и равнодушный народ. Ну вот, чтобы конкретно не отвечать, может быть, даже на это письмо, но вот такой, так вот, если обобщая, как людям найти то, в чем он может себя проявить, и как вот это вот проявление реализовать. С чего начать? С чего начать? То есть вот человек говорит, я готова в этом поучаствовать. И в соседних поселках рассказывают людям о том, что есть лекции о вере, и о том, что как-то помогать нуждающимся. Ну, собственно говоря, в чем проблема, тогда я не понимаю. Как эту проблему, если эта проблема есть, как ее решить? Ну, кстати, проблема очевидна. Проблема очевидна. Проблема, по всей видимости, ну, тут в чем связана? В том, что матушке надо подойти, во-первых, к настоятелю. Ведь что греха таить? Вот есть такая пословица, каков поп, таков и приход. Она, к сожалению, имеет место быть жизненная. Поэтому вот эта активность, о чем она говорит, и крестные ходы, и богослужебная деятельность, и образовательная деятельность прихода, она, конечно же, вот этот весь тон задает сам священник, насколько сам он вот готов. Все мы разные. И порой священнику в силу различных причин очень сложно сделать первый шаг. Но если он увидит вот как раз людей, которые его поддерживают, и вы готовы, например, помочь ему в этом начинании, было бы очень хорошо. Что касается крестных ходов, то это очень хорошее, важное духовное начинание. оно не может вот так вот раз возникнуть, раз пошли, и всё. Оно должно быть, конечно же, из благословения священноначалия. Нужно испросить благословение управящего архиерея благочинный, должен испросить благословение и настоятель. И вот исходя из того, что мы получили, одобрение благословения священноначалия, мы и должны приурочить крестный ход к тому или иному важному событию в истории церкви каким-то памятным датам. Ну вот, например, буквально недавно, через вот некоторое время, через неделю, мы будем совершать память Казанской иконы Божьей Матери. В государственном календаре это выходной день, это день национального единения. И в ряде благочинений Екатеринбургской епархии, в частности, в Перворайском благочинении, у нас в этот день проходит крестный ход. Крестный ход. Мы говорим о том, этим крестным ходом, что история нашего Отечества тесно связана с православием. Она тесно связана и с казанским образом Пресвятой Богородицы. И вот вы знаете, освещая данный крестный ход, средства массовой информации впервые в рамках вот тех местных СМИ достаточно четко и глубоко уже начинают говорить о чудотворном образе, о том, что народ наш в тягостные минуты обращался в заступничество Пресвятой Богородицы. Уже совершенно иной вектор освещения данных мероприятий наступает. Безусловно, крестный ход и укрепляет и веру нашу. Он объединяет нас. Он имеет такое духовное врачевание для всех тех, кто созерцает и молитвенно участвует в этом крестном ходе. Поэтому вот такая подготовка к крестному ходу, она даст, конечно же, свои положительные, в том числе и духовные, вот такие просветительские плоды. Поэтому вот проявите вам такой совет, будет проявить активность, начинание совместно с настоятелем вашего храма. Вот, я думаю, многое вы сможете решить. Ну и раз уж вы заговорили о том, что совсем скоро мы отметим День памяти Казанской иконы Божьей Матери, пользуясь случаем, хочу напомнить нашим зрителям, а в частности гостям и жителям Москвы, о том, что 4 ноября в центрально-выставочном зале «Манеж» в Москве в 16.00 состоится открытие выставки «Моя история». Приглашаются все желающие, вход на эту выставку свободный, и, как всегда, обещает она быть очень познавательной, интересной, и с использованием самых современнейших технологий, на которые сегодня вообще... Вот видите, о чем мы с вами говорим? Это и есть как раз открытость приходов в церкви-обществу с использованием новых современных технологий. То есть одно дело, потому что да, мы можем посмотреть исторические документы и почитать его. А другое дело, когда мы имеем, не знаю, тот же планшетный компьютер с какой-то анимацией. И если хотя бы один человек, да, придет через это в церковь, цель будет достигнута и более чем оправдана. Это очень хорошо. У нас, насколько я слышу, еще есть один звонок, давайте его примем. Да, давайте. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Людмила, Санкт-Петербург. Людмила, очень приятно. Мы слушаем ваш вопрос. Вопрос такой. У нас очень хороший храм и очень добрые батюшки, и внимательные. Но им не хватает времени подолгу пообщаться с прихожанами, сами понимаете. И хотелось бы, чтобы у них было время вот этим заблудшим овцам, как мы, все-таки уделить побольше внимания. потому что я вот вижу, ну, вижу людей, которые ходят по храму, и они не понимают даже, что им делать, куда поставить свечи, подходить к ним, как вы понимаете, нам нельзя. Да, это как бы не положено в храме. Это должен делать батюшка. А как это сделать лучше? Даже вот мне не хватает сказать все, что бы я хотела на исповеди, например, и даже если я ей говорю то, что мне надо, то батюшка, например, молодой говорит, вы знаете, вы старше меня намного, вы, наверное, лучше это поймете. Я, наверное, на ваши вопросы не отвечу. Спасибо. Мы вас услышали, но здесь, честно говоря, получается уже сразу несколько вопросов и о том, как вот эту близость со священством получить, да, так скажем, как сделать так, чтобы можно было с ним побеседовать, поговорить, чтобы это не был человек, который вот как-то выше, да, над всеми, а чтобы это был наш такой родной человек. Ну и, соответственно, можно ли, так скажем, самому как-то в этом всем участвовать. Ну вот, не знаю, может быть, мое личное такое впечатление, что вот проявление инициативы, наверное, в этом деле же тоже необходимо. То есть, когда прихожане того или иного храма как-то вот эту инициативу берет и, допустим, предлагает что-то. Батюшка, вот могли бы мы раз в неделю с вами и там в какое-то время встречаться и так далее. Или как-то вот это вот проявлять, не быть вот тем человеком, который молчит и думает, как бы вот это сделать лучше, а вот проявить эту инициативу. Ну, безусловно, обозначить эту проблему можно и нужно. И мне все-таки думается, если бы, ну вот вы так вот подошли к любому священнику вашего храма, обозначили бы, что батюшка, мне бы хотелось бы с вами поговорить бы, ну, я думаю, он бы нашел бы время уделить вам внимание, безусловно. Но мне почему-то думается, что речь-то здесь идет несколько о ином, а именно о вот научении веры, о катехизации, о приобретении в дальнейшем неких вероучительных знаний. Так вот здесь мы говорим о возможности создания на приходе, даже о необходимости, создания на приходе воскресной школы для взрослых, которая в последующем вполне может трансформироваться в некое такое катехизаторское училище. И вот такой опыт, опять же, вот мы имеем в Богочине Петропавловский храм Первоуральска на базе своего духовно-просвитского центра открыл данное катехизаторское училище, где люди два раза в неделю, во вторник и в четверг, вечером после работы приходят и изучают основу православного вероучения. Дисциплины связаны с историей церкви, с догматикой, с историем развития христианского искусства и так далее. Еще ряд дисциплин. На три года данное училище у нас рассчитано и достаточно активно прихожане пользуются возможностью получить данные знания. То есть, я думаю, если вы обозначите данную необходимость, ее обязательно настоятель примет во внимание и со временем, может быть, в следующем году, я думаю, это посильно будет приходу сделать. Другая проблема, которую вы здесь обозначили, это проблема, связанная с поведением людей в храме. Действительно, это проблема как больших городов, так и малых городов. И вот здесь это как никогда уместно было бы ввести, а в ряде приходов данная служба работает достаточно эффективно, это приходское консультирование, приходской консультант. Тот человек, который может ответить на элементарные вопросы человеку, переступившему в храм. Да, священник в силу различных причин не может просто уделить внимание. Да, конечно же. Но если есть вот такой подготовленный консультант, который может деликатно, тактично ответить на многие вопросы, знаете, это колоссальнейшая находка для приходов. Но еще раз скажу, что вот служба приходского консультирования, она лишь только-только на сегодняшний день начинает формироваться, особенно в ряде больших городов. Наверное, сложно, да и нереально иметь такого проходского консультанта где-то вот в глубинке, но большие города, большие приходы в качестве некого дежурства вполне могут себе вот позволить. Активность такую могут проявить и молодые люди, молодые прихожане, уже имеющие некий опыт жизни в церкви и вполне адекватно и грамотно могут ответить людям, которые переступили церковный порог, на многие вопросы. Вот бы их подключить бы к этому служению, я думаю, была бы соответствующая польза. Ну вот продолжая этот вопрос, мы вот можем так перечислить тот список людей, которые так или иначе мы сейчас знаем, что в храме существует. да, это безусловно священнослужители, это могут быть чтицы и алтарники, это могут быть те люди, которые помогают в трапезной, допустим, со свечами, которые в церковной лавке могут рассказать людям о той или иной продукции, которую можно приобрести и так далее, о смысле того, что они вообще приобретают. Может быть человек, который занимается катехизацией или огласительные беседы проводит, но чаще всего это тоже из числа священников этот человек, но может быть и Мирянин. Есть ли в вашем таком представлении те люди, которые необходимы в приходах и которые должны быть? Ну, допустим, вот если брать предыдущий вопрос, может ли и приходских консультантов должен ли быть тот человек, который, ну, грубо говоря, вот ты зашел и возьмет тебя за руку и начнет здравствуйте, вот, чтобы это не было какой-то с претензией, но девушка зашла без юбки первый раз в храм, но она даже не знает, или без головного убора, и ей вместо того, чтобы, да, вот как вас зовут, откуда вы приехали, а может вы из другого города и так далее, почему вы пришли в храм без юбки, выйдите в притворе, наденьте такой платок, которым якобы прикрывают брюки и так далее, нужен ли вот этот человек, который вот так вот по-доброму, с любовью, с лаской расскажет о местных святынях, расскажет о том, там не просто, что поставьте свечку перед этой иконой, а зачем свечу ставить, что такое церковная свеча, что это не какой-то обряд, да, магический, что если поставить свечу, то там молитва будет обязательно услышана и так далее, я даже не знаю, это все-таки приходской консультант или вот некий человек, который отвечает за гостеприимство, нужен ли он? Вот это приходской консультант, который отвечает за гостеприимство в храме, так можно его назвать, поскольку поле деятельности здесь разное, и человек, который переступил порог храма, он ведь приходит с разными проблемами, причинами, чтобы его сориентировать вот в храмово-богослужебной жизни такой человек, конечно же, необходим, но бывает так, что приход... Почему тогда редко встречаешь таких людей? А, вы знаете, тут разные ведь причины бывают, бывает то, что действительно не каждый возьмет, вот вы бы взялись за такое послушание церковное? Затрудняясь ответом на этот вопрос. Вот видите, не каждый возьмется, поскольку здесь действительно нужно быть, ну, расположенным к людям и владеть определенной информацией, ведь очень сейчас много вопрошающих, и здесь, ну, надо быть, ну, как-то более-менее хотя бы комфортно чувствовать. Понятно, что если ты не знаешь, как ответить, самый простой вопрос, ну, вот вы тогда по этому вопросу обратитесь к зимальчику, да, ну, где-то сработает, а где-то вот и нет. Поэтому сможешь найти человека по различным причинам, но вот если все-таки такого грамотного консультанта нет, то для любого прихода на сегодняшний день подвластно сделать так называемые приходские листовки. Что это такое? Это небольшие листовки, в которых говорится о поведении в храме, об том или ином празднике, если эти листовки к тому или иному празднику выпущены, да, то есть то, что, в принципе, прихожанин или захожанин может взять и прочитать. Ведь на сегодняшний день мы говорим не только о необходимости действительно встречать тех людей, которые только-только сделали первый шаг в храме, но и о просвещении тех людей, которые уже являются воцерковленными. Элементарная катехизация для наших бабушек, дедушек, да и уже для взрослых людей, да и для детей, она имеет место быть в храме, вот исходя из таких листовок. Они просто немножко обезличены, то есть они, это как бы уже не общение с конкретным человеком. Ну это тоже, да, я понимаю вас, конечно же, ну это в 40-как стены, где написано, вот тогда-то такой окрестный ход, вот такая-то святыня пребывает. Информационная. Вот тогда-то различные есть варианты, надо. Они, безусловно, продуктивны, узнать о том, что когда можно с кем-то беседовать, когда идет исповедь, да, во сколько и так далее, для тех людей, которые только пришли. Но необходимо же все равно такое вот какое-то личное, живое общение. Ну, безусловно, необходимо, и те встречи, которые, в принципе, может себе позволить каждый священник на приходе в воскресный, в субботний день, пусть это будет хотя бы час, вот это расписание этих встреч с прихожанами на уровне бесед также должны быть помещены на доску объявлений в каждом приходе. Я-то еще хотел вот что, какой аспект задеть, о том, что на сегодняшний день молодежь достаточно активно и долгое время проводит в интернет-пространстве. Поэтому хотелось бы, чтобы и в идеале у прихода был интернет-сайт. И вот здесь как раз молодые люди, которые владеют технологиями конструирования сайта, оформлениями, его как раз бы приложили бы свои силы. Они бы вели бы сайт, отслеживали бы новости приходской жизни, помещали бы его, тем самым бы жили бы этой активной приходской жизнью, являясь членами общины, почему бы и нет. Вот поэтому различные формы взаимодействия людей на сегодняшний день существуют, катехизация людей. Главное, ну, не упустить и эти формы, и найти то, что для данного прихода будет приемлемо и, ну, даст свои положительные результаты. Надо опять-таки пробовать, для того, чтобы узнать, какие-то результаты. безусловно, безусловно пробовать, поэтому пробуйте, дерзайте, но не забывайте, все эти моменты дадут свой результат тогда, когда мы и спрашиваем благословение у священного начали, у настоятеля, у священника, да, который занимается теми иными вопросами. Вот к вопросу о использовании интернета, да, Слава Щегловитов, наш зритель в социальной сети ВКонтакте, пишет, а вот я думаю, что современный приход это в первую очередь и современное образование священников, затем это также интеграция в интернет, проповеди в интернете и возможность оперативно отвечать прихожанам на возникшие вопросы. Мы сейчас не всегда имеем время прийти в храм, но всегда имеем под рукой телефон с выходом во всемирную сеть. Ну, конечно, это крайность, что, значит, мы будем иметь возможность общаться со священником и так далее только через интернет, но так или иначе... Ну, я думаю, таинство исповеди через интернет совершаться не будет. Не говоря уже остальных таинств. Конечно же, а то, что здесь молодой человек обозначил, это действительно важно и востребовано в молодежной среде на сегодняшний день. Вот это вот виртуальное общение, поскольку век наш быстротечен, динамичен и какие-то вопросы связаны с ну, вот какими-то семиминутными вот такими проблемами стоит решить и через вопрос, через интернет. Но опять же скажу, что непосредственное общение с священником, оно ни с чем не может быть вот так вот подменяемо. Поэтому интернет интернетом, вопросы вопросом, а добро еще никто, да, не отменял непосредственное общение, оно никуда не денется, да. Безусловно. У нас есть буквально три минуты, вот еще Павел Топоров вконтакте также спрашивает, батюшка, скажите, вы говорили о том, что на приходе должна вестись образовательная деятельность. Кто этим должен заниматься? Человек из приходской общины или все-таки сам священник? Такой практический вопрос. Да, практический вопрос. Из возможностей самого прихода. Если священник имеет такую возможность заниматься образовательной деятельностью, очень хорошо, но не каждый священник может вести воскресную школу, ну вот не каждый. есть таланты, что называют, даже с педагогическим образованием, очень хорошо, но если находятся миряне, которые готовы взять на себя воскресную школу или воскресную школу для взрослых и имеют на то соответствующее образование и благословение, почему бы и нет? Все зависит от возможностей самого прихода, от тех реальных возможностей, которыми он располагает. Вот так. Насколько я знаю, даже, например, в православной церкви в Греции те священники могут быть теми, у кого есть благословение на принятие исповеди, а есть те, у кого нет на принятие исповеди. То есть это в любом случае некая готовность к человеку, некое уже даже, может, не отступление от такого чисто священнического служения, а такая некая еще смесь точнее знания, такие немного психоаналитики, может быть, психологии человеческой и так далее. И духовный опыт надо иметь. И духовный опыт безусловно должен быть другой. Конечно же, да. Осталось буквально полтора минуты до окончания нашего эфира. Ну, конечно, сердечно благодарю за то, что вы сегодня пришли в нашу студию, за то, что мы побеседовали с вами на такую интересную тему, на которую можно много и надо об этом говорить, но главное, конечно, чтобы все это приносило свои плоды, для того, чтобы люди, которые имеют какую-то активность и хотят эту активность привнести в тот приход, где они находятся, эту активность проявляли, для того, чтобы они предлагали, да, какие-то, ну, чтобы наши священники понимали это, принимали, если это действительно того стоит, и если это задумка интересная и необходимая. несколько слов, может быть, каких-то напутствий от вас хотелось бы услышать. Ну, буквально несколько слов хотелось бы сказать, чтобы, являясь прихожанином своего храма, вы бы проявляли бы некую активность в тех социальных начинаниях, которые есть на приходе. Поверьте, это даст свои положительные духовные плоды, это укрепит вас в вере, это сделает вас сопричастниками той великой духовной традиции, связанной с научением веры, с делами милосердия, с распространением евангельской проповеди, всем тем, чем жили наши благочестивые предки. И, исполняя данные заветы, мы возьмем на себя это великое, благодатное, спасительное время апостольского призывания, просвещать мир светом Евангелия, помогая вам Господь в этом нелегком, но благодатном, благодатном деле. Спасибо. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в гостях нашей студии был священник Ян Парамонов. Мы благодарим и всех вас, кто сегодня смотрел эту программу, тех, кто дозвонился, тех, кто участвовал в обсуждении их сегодняшней темы в социальной сети ВКонтакте. Увидимся в эфире телеканала «Союз» и до завтра. еще раз.